Действительно, подсветка имеет разнообразный функционал. Конечно же, в первую очередь, ее делать для того, чтобы был виден уровень воды в чайнике. Дальше пошли больше. В зависимости от температуры воды в чайнике, подсветка могла менять свой цвет от холодного к более теплому. От синего к красному цвету. Сегодня это и красиво, и можно использовать в качестве ночника. И это получается, если в стеклянном чайнике, это такие волшебные пузыри с подсветочкой. Подсветка бывает многоуровневой и одноцветной. За подсветку в чайниках отвечает светодиод. Светодиод – это такая лампочка, которая имеет очень низкое энергопотребление. Меньше 1 ватта в час. Кроме того, она изолирована, поэтому она абсолютно безопасна. Кроме того, у нее очень большой ресурс работы. Срок службы не менее 60 тысяч часов. То есть это порядка, мы так посчитали, 720 тысяч циклов закипания. То есть хватает на 7-8 лет срок службы этого светодиода. Сегодня в чайниках может использоваться несколько светодиодов. В зависимости от того, какой волны подается напряжение, линза переломляет цвет. И, соответственно, цвет зависит от материала, кристалла, который находится внутри, и его примесей. Многоуровневую подсветку, то всегда можно заметить, что там стоит максимум 2 светодиода. То есть в зависимости от температуры воды, там подается разное напряжение, и светодиод просто-напросто меняет свой цвет.